значит добрый день сегодня видео урок очень полезный для электромонтеров да и для обычных людей которые начинают строительство или ремонт своего жилища и хотят управлять электроприборами особенно светом с нескольких точек значит что мы имеем для этого что нам нужно это электрическая коробка который будет соединяться провода который нужно подвести питающие проводник также сам осветительный прибор лампочка или лампочки их много может быть много может быть одна неважно и управление светом с нескольких точек значит это у нас в видео уроке будет использована три точки но стоит обратить внимание что если мы используем две точки мы один убираем и у нас остается два выключателя в народе они и в магазинах называются проходные чтоб из двух точек управлять светом достаточно иметь два проходных но если мы имеем три и более появляется еще один перекрестный выключатель вдобавок это может быть один два три четыре перекрестных соответственно плюс два это будет количество точек управления если надо 4 то два проходных два перекрестных если пять точек два проходных три перекрестных и так далее то есть нужно понимать чтобы управлять с трех и более мест нам надо обязательно два проходных выключателя а все остальные это будут перекрестный это очень важный момент и тут нюансы при монтаже почему потому что к проходному выключателю монтируется в штрафе трех жильный провод то есть два две два подразильника для бутылочного выключателя обязательно вводить три жилы а во все последующие четырех жильные то есть перекрестный выключателю нужно четыре жилы это я нарисовал схемки проходного выключателя то есть него три клеммы 1 питающая 2 отходящих перекрестных 2 питающих 2 отходящих которые работают попарно то есть сезонные сначала проводник l2 l2 с клеммой 2 в этот момент l1 с клеммой 1 когда мы нажимаем выключатель то есть два контакта одновременно переключается контакт l1 соединяется с контактом 2 l2 с контактом 1 то есть тут никогда не происходит разрыв цепи и только переключение между вот этими проводниками в проходных выключаться мы видим что сначала один проводник рвется но замыкается другой когда этот рвется замыкается 2 и так далее то есть принципиальное отличие этих двух выключать но это необходимый условий для управления света с нескольких точек и так как же их соединить задача не совсем легкая но не совсем и сложная когда знаешь теория и посмотришь это видео итак в электрической коробке нас всегда нужно подводить питающий проводник этом фазный провод я обозначаю его плюсом и нулевой я обозначаю буквой . значит как я сказал проходному выключателю манчируется трехжильный провод значит две жилы так и нарисуем раз два три к перекрестному включателю монтируется четыре жилы так и нарисуем раз два три четыре ну и ко второму проходному также три трехжильный провод к лампочке соответственно мы монтируем двухжильный провод здесь есть заземление то можно еще третий проводник если у нас влажное помещение требуется повышенные требования к безопасности электробезопасности то еще заземление но и соответственно в коробке тоже должны иметь заземление ну давайте нарисуем уже дополнительной картины заземление к лампочке подводится третий проводник третий проводник вот такая у нас что требуется при монтаже в стропе трехжильный к проходному к перекрестному четырехжильный коробке питающий проводник фаза ноль земля имеется вопрос как это все соединить значит все просто значит заводим все провода в коробку значит от первого проходного выключателя от перекрестного и от второго проходного выключателя соответственно от лампочки заводим продам все в коробку итак мы видим что в коробке у нас будет находиться раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 16 жил провода 16 жил это очень много вы должны понимать 16 жил то есть коробка это должна быть очень большая чтобы соединить все провода и чтобы управлять цветом хотя бы с трех точек будет больше точек добавится еще плюс четыре провода от каждого перекрестный то есть каждый последующий выключатель добавляет еще четыре жилы в коробку итак 16 это самое начало когда мы управляем с трех точек как соединяет мы завелись в проводник значит цвета проводники имеют обычно белый синий и зеленый да вот так обозначаем вот первый проводник который идет на 1 перекрестный проходной выключать на 1 значит он белый синий зеленый значит белый провод мы он будет нас питающие это фаза соединяем сразу с фазным в коробке все фаза больше нас никуда не писать то есть изначально фаза всегда подается на 1 проходной выключатель мы можем сразу обозначить что вот она фаза давайте даже красным цветом обозначим понятно что у нас на этом проводнике всегда присутствует напряжение вот мы соединили и она всегда будет подаваться у нас к первому проходному выключателю далее мы этот проводник подключаем к первому проходному включателю клемме L вот у нас всегда есть вот тут вот напряжение на клемме L и далее напряжение подается либо на 1 контакт либо на 2 смотря в каком положении у нас находится проходной выключатель и соответственно две других клеммы мы соединяем с двумя другими проводниками клемма 1 клемма 2 все проходной выключатель элементарно запомнили что мы здесь белый подсоединение к фазе осталось синий зеленый свободные проводники жилы в коробке их мы подсоединяем к любым двум другим который идет на перекрестные неважно какого они цвета будут главное их запомнить допустим тут у нас черный и белый мы запомнили что черный и белый для чего нам нужно спект потому что здесь мы тогда к 1 и L2 должны подсоединить их то есть не между собой потом замыкать клемму 1 и L2 выключателем эти две жилы нет они между собой уже не замыкаются то есть мы запомнили что они черный и белый так и подключаем к клемме L1 и клемме L2 значит две оставшиеся жилы перекрестного выключателя неважно как подключаем к двум другим клеммам 1 и 2 запоминаем их цвета оставшиеся допустим синий зеленый так их тогда соединяем с следующим проходным выключателем следующий проходной выключатель значит белую жилу мы опять оставляем а синий зеленый соединяем по цветам допустим можно по-другому неважно соединили на 4 белую мы оставили как и в первом проходной мы соединим с клеммом L белую соединили а две оставшиеся с двумя другими клеммами 1 и 2 далее белый проводник у нас остался от третьего проходного выключателя соединяем с проводником питающим фазным который идет на лампочку он тоже белый будет соединяем с белым а уже синий провод соединим землей в коробке все наша лампочка запитана ну и заземление соответственно просто соединяем вот и все весь монтаж что мы видим в коробке у нас фаза только одна скруточка которая подается на проходник земля тоже одна скруточка когда идет проводник на лампочку заземление си есть скруточка фазного проводника третьего проходного который идет на лампочку одна скруточка и по одной жиле которые идут соединяться проходные с перекрестными тут две жилы и тут две жилы мы их соединили все как это все работает это все просто вот мы на этом проводнике мы сказали сюда есть фаза допустим у нас выключатель находится в положении 1 тогда фаза подается по вот этому проводнику по этой жиле фаза вот она в коробке распределяется на скрутке идет к перекрестному включателю на клемму l1 да в данном случае данном случае в этом положении клемма l11 на с клеммой 1 фаза подается дальше на следующий через крутку на следующий проходной выключатель и приходит на клемму 2 данном случае нас это выключатель находится помимо 2 лампочка гореть не будет потому что здесь разрыв мы видим что у нас разрыв то есть достаточно нажать выключатель проходной на кнопочку замкнется цепь и питание пойдет по вот этому проводнику и сюда через лампочки вот наша цепь замкнутая лампочка будет гореть если мы включим если мы тут включим здесь отключим и цепь рвем либо здесь переключаем до ставим на клему l1 подключаем к l2 l2 к l1 то у нас фаза перестается подаваться по той жиле по которой приходил свет уже гаснет все просто пользуйтесь соединяйте правильно изучайте схемку и все будет хорошо